Всем привет! Сегодня поговорим об очередном заседании по делу Навального, ситуации в Беларуси, отношении Соловьева к Гитлеру, судьбе Лубянской площади, бесконечном хоккее, курсах молодого ОМОНовца и других новостях. Оставайтесь с нами, скоро начнем. Вчера в Бабушкинском районном суде состоялось очередное заседание по делу Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Артеменко. На этот раз заседание было посвящено премию сторон. Прокурор Екатерина Фролова потребовала штраф для Навального в 950 тысяч рублей. Защита настаивала на его невиновности, а Навальный рассказал анекдот и поинтересовался у судьи, как солить игруцы. Вдобавок к штрафу прокурор решил добавить Навальному и обвинений. Она попросила передать материалы дела в Следственный комитет для проверки, оскорблял ли Навальный ее судью, саму прокурора, ветерана Артеменко. И во время слушаний прошедших. На это Навальный ответил, мне кажется, я был самым милым подсудимым в суде. И добавил, что говорил в адрес прокурора Фролова исключительно комплименты. После получасового размышления судья решил отложить это ходатайство до конца слушания. Прокурор читал вслух Конституцию и называл Артеменко даровавшим нам жизнь. А клевета в адрес ветерана, по мнению прокурора, это часть компании Навального по дискредитации СССР. А ветеран Артеменко, по словам Фроловой, олицетворяет собой все, что так ненавидит Навальный, силу России. Не удивлюсь, если эту речь писал лично Путин. После выступления прокурору слово дали самому Навальному. Он заявил, что все сказанное им в ролике не было адресовано конкретно ветерану, а также напомнил, что настаивает на подчерковеческой экспертизе подписи Артеменко в представленных судодокументах. После этого Навальный решил рассказать суду анекдот про человека, который нашел в кармане презерватив, достал, а это оказалось чайный пакетик. Оказывается, я еще более скучный человек, чем думал о себе, а наш прокурор не скучный человек. Она каждый раз засовывает руку в карман и достает что-то новое. Завершил историю Навальный. Под конец выступления Навальный рассказал, что ему спустя месяц в СИЗО наконец-то привезли соль, а еще у него много огурцов. И поскольку в юридических моментах дело говорить бессмысленно, он спросил судью, не подскажет ли она ему какой-нибудь рецепт засолки огурцов. Судья рецептами делиться не стала. После этого выступили адвокаты Навального. Они настаивали на том, что уголовное дело надуманное и произвольное. В словах Навального не было никакой клеветы, а только его личное отношение к содержанию ролика. Навальный хотел сказать что-то еще, но судья перебила его и назначил следующее заседание на 20 февраля 2 часа дня. Именно в этот день на 10 утра назначено рассмотрение апелляции Навального на решение о замене условного срока реальным. Когда адвокаты и Навальный попытались сказать об этом судье, она лишь повторила дату и покинула зал суда. Каким образом адвокаты должны разорваться на два разных заседания в разных судах, непонятно. А тем более непонятно, как будут доставлять на них самого Навального. Теперь к новостям из Беларуси. Вчера в 9 утра милиция пришла с обысками к руководителям Белорусской ассоциации журналистов, рядовым журналистам независимых СМИ и правозащитникам по всей стране. К 11 утра обыски провели у 25 человек. Следственный комитет прокомментировал эти облавы как предварительное расследование в связи с возможным финансированием этими организациями протестной деятельности. Светлана Тихановская по поводу действий силовиков высказалась так. Они ищут преступников среди тех, кто помогает политзаключенным и пишет о борьбе белорусов за свободу. Но в поисках преступников им следует заглянуть в офисы ОМУНа, ГУБОПика и всех ответственных за репрессии. Репрессии со страны Лукашенко сейчас вполне ожидаемы, к сожалению. Будучи мстительным автократом, который больше всего в жизни ценит власть, он пытается проучить всех, кто пытался и пытается эту власть у него отобрать. В Евросоюзе уже отреагировали на вчерашние обыски, назвав их полным нарушением основных свобод и прав человека, а также попранием закона. Пресс-секретарь Европейской дипломатической службы Петер Стану подчеркнул, что любые дальнейшие санкции против режима Лукашенко будут приняты единогласно. Они убеждены, что только демократия и верховетство закона являются единственным возможным шагом к гарантии стабильности и свернеть это Беларусь. Международная правозащитная организация Amnesty International, а также Международная и Европейская федерации журналистов призывают белорусские власти немедленно прекратить давление на журналистов. В вчерашнем выпуске новостей мы рассказывали про адовый клип, который выпустила белорусская пропаганда. Сегодня оперная певица Маргарита Левчук выпустила клип-ответку. Получилось очень смешно. Ну вообще новости, конечно, приходят из Беларуси совсем не веселые. Будем надеяться, что скоро Беларусь станет свободной. Тут давайте прервемся на небольшую рекламу. Я вам как-то уже рассказывал про рюкзак Бобби. Мне такой в городских проектах подарили на день рождения. Отличный рюкзак, скажу я вам. Сейчас компания XD Design, которая их производит, выпустила новинку – Бобби Софт. Главное его отличие – мягкий корпус из водонепроницаемой ткани и более компактная форма. Очень аккуратно смотрится на спине. Хотя на самом деле он весьма вместительный. Вот в таком вот виде его объем 13 литров. Но смотрите, что я вам сейчас покажу. Открываем молнию. Для этого надо замочек повернуть. Это защита от воров. Тут есть такой вот клапан. И если застегнуть вот так, объем становится уже 16 литров. Для повседневного рюкзака очень удобная функция. Так, что тут еще есть? Внутри отделение для ноута. Сюда влезает ноутбук с диагональю 15,6 дюймов. Карабин для ключей. Несколько кармашков. Можно телефон положить или пауэрбэнк. Кстати, для зарядки тут есть отличное решение. И это в старой версии тоже было. Внешний USB-порт. Провод выводится наружу. И можно заряжать телефон, лежащий в кармане джинсов. На лямке есть кармашек на молнии для проездного. Тоже очень удобно. Большой вместительный карман на спинке для самых ценных вещей. Если вы надели рюкзак, туда уже точно никто не залезет. К тому же там есть RFID-защита. То есть мошенники не смогут удаленно считать данные с карты, лежащей внутри. Все рюкзаки Бобби делаются из переработанных материалов. XD-дизайн заботится о природе. Бобби-софт выпускается в пяти цветах. Можно выбрать по вкусу. Эти рюкзаки часто подделывают, поэтому покупать лучше на официальном сайте xddesign.ru. Там сейчас акция. Подарок к любому рюкзаку дают защитную маску. Она регулируется по размеру и к ней идет пять сменных фильтров, каждый из которых можно стирать по 10 раз. К тому же по промокоду KATS вам будет скидка в 20%. Промокод действует до 8 марта. Рюкзак Бобби будет отличным подарком к предстоящим праздникам. Возьмите на заметку. Переходите по ссылке в описании и выбирайте. Продолжаем. Правозащитники из консорциума женских неправильственных объединений проанализировали данные приговоров судов в России за 2018 год. Анализ проводился на основе более 2000 приговоров по типам преступлений. Убийство, убийство в состоянии аффекта и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Отдельно изучили еще 500 дел, где говорилось об убийствах женщин. Таким образом, хотели выявить жертв домашнего насилия. По данным МВД, в 2018 году от насильственных действий в результате семейно-бытовых конфликтов умерли 253 женщины, что составляет 3% от числа тех, кто умер неестественной смертью. А вот из анализа правозащитников получается, что почти в 60% случаев неестественных смертей причина гибели женщин именно домашнее насилие. А это уже совпадает с 58%, которые ООН приводят как среднемировой уровень. В Европе эта цифра примерно 40%, а в Африке 70%. Мы посерединке. За время карантина число обращений с жалобами на домашнее насилие увеличилось. Об этом неоднократно говорили депутат Госдумы Оксана Пушкина, омбудсмен Татьяна Москалькова и многие правозащитники. Но и с этим МВД не готова согласиться. Там верят в снижение случаев домашнего насилия на карантине. И вот вчера Минюст пригрозил ликвидации Центру помощи жертвам домашнего насилия. Насилию нет. Анна Ривина, руководитель Центра, рассказала у себя в Фейсбуке о письме Минюста, описывающем нарушения в уставе, которые надо немедленно устранить. Самое прекрасное в них такое. В разделе 6 устава организации на странице 9 нарушена нумерация пунктов. Нумерацию пунктов нарушили. Немедленно ликвидировать. Вообще очень интересная практика. Работать не с самим домашним насилием в семьях, а заниматься не профилактикой и помощью жертвам, а занижать цифры и кошмарить организации, которые работают с пострадавшими от домашнего насилия. В список инагентов добавляют эту вот нумерацию, заставляют исправить до конца марта. Давно мы и не делали рубрику пропаганда. Но и пропагандисты давно так отчаянно не пребывали дна, как сделал вчера Владимир Соловьев. В самый разгар дела о клевете над несчастным ветераном Артеменко, которого вдруг решили поэксплуатировать власти, из-за которого так болит душа у всей российской пропаганды, Соловьев решил вдруг похвалить Гитлера. В эфире своей программы на канале «Россия-1» Соловьев сравнил с Гитлером Навального. Само собой, Навальный оказался гораздо хуже Гитлера. Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого Гульфик Фюрера не косил от армии. Два железных креста. Да. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Видео мгновенно разлетелось по интернету, и многие пользователи, совсем не без оснований, нашли в нем признаки уголовного преступления по 354 статье Уголовного кодекса, то есть оправдания нацизма. Такой конфуз с Соловьевым не в первый раз. В 2013 он снял фильм о дуче фашистской Италии Муссолини, а в начале прошлого года он репостил статью об этом фильме, в которой Муссолини был назван блестящим лидером, давшим России путь, по которому она идет сейчас. Чтобы отвлечь внимание от дворца Путина, посадки Навального и протестов, власти решили вбросить тему с возвратом памятника Дзержинскому на Лубянку. Такие темы очень хорошо годятся для отвлечения внимания общества из-за своей явной безумности, абсурдности и количества споров, которые они неизбежно вызывают. Это опять же политтехнологии, надо уметь их выявлять, когда их используют. Вот это как раз политтехнологии Кремля. Споры по этому поводу продолжают набирать обороты. И, значит, памятник был демонтирован 22 августа 1991 года, после того, как толпа горожан попыталась снести его самостоятельно. Тогдашний городоначальник попросил горожан памятник не сносить из-за опасений, что он провалится в метро, и пригнал для этих целей кран. И вот недавно группа писателей, блогеров и журналистов обратилась к мэрии Москвы с просьбой вернуть памятник из партка искусств музеона обратно на Лубянку. Среди подписавшихся был Сахар Прилепин, Леся Рябцева и Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин. Поддержал эту инициативу общественной организации офицер России. Они заявляют, что памятник, если он незаконный, а значит его надо вернуть. И вообще историю переписать нельзя, значит вообще нельзя сносить никакие памятники. Это вот, кстати, частый аргумент, когда речь заходит о памятниках, конечно, совершенно бредовый. Заместитель председателя Общественной палаты Москвы и главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов предложил решить судьбу Лубянки при помощи голосования. Его он предлагает привезти на портале Активный Грданин. А кроме возвращения памятника, Дзержинскому считает нужным добавить и другие варианты. Памятник Ивану Третьему, Александру Невскому, Юрию Андропову и другие. Мы в городских проектах давно уже предлагаем решение гораздо лучше. Поставить на Лубянке не памятник чекисту, а фонтан. До 43-го года на Лубянской площади он уже стоял. И это был один из старейших фонтанов в городе. И он цел, его перенесли в нескучный сад. Сегодня он, конечно, нуждается в реставрации, но ничего не мешает это сделать и вернуть его на Лубянку. Этот вариант не только разрешит любые противоречия, но и позволит создать в центре Москвы отличное общественное пространство. Об этом как-то уже задумывались, но чекисты оказались против. Ну, впрочем, надо помнить, что это маневр для отвлечения внимания. В резерве у администрации всегда и струк Ленина в мавзолее, вынос которого вызовет еще более активные споры и отвлечет внимание в следующий раз. Пока Москву и Санкт-Петербург усиленно заметает снег, в Канаде прошел матч по одной из главных зимних игр – хоккею. Игра началась 4 февраля и длилась какие-то 252 часа. 40 хоккеистов, сменяя друг друга, играли при минус 50 градусах. Говорят, что от такого холода расклеивались маски, трескались шайбы и ломались лезвия коньков, а у вратаря вообще потрескалась защита. Как там сам вратарь интересно поживает? Серьезных травм никто, к счастью, не получил. Во время матча проводился сбор денег на исследования в области борьбы с онкологическими заболеваниями для Университета Альберты. Игра проходила без зрителей, но транслировалась на Ютубе. Победившая команда обошла соперника на 121 очко. Им удалось собрать почти 2 миллиона долларов. Подобные благотворительные игры проходят с 2003 года. Первая игра была организована врачом одной из команд НХЛ, чей отец умер от рака, а за все годы игр было собрано более 5,5 миллионов долларов. Сейчас будет небольшой блок о дизайне. Ханты Мансийские решили повысить узнаваемость своего региона через одежду с принтами местного художника Геннадия Райшева. В прошлом году он умер от коронавируса. Коллекция состоит из платьев и толстовок с высоким вортом, шоперов и костюмов. Довольно интересное решение. Если они пойдут в массовое производство, то почему бы не привлекать туристов к себе таким вот способом. И если у вас уже есть подписка на донат правозащитной организации, подписка на сервис с музыкой и фильмами, то к ним можно добавить подписку на смешные носки, купание красного коня, апофеоз войны или просто машинки в пробке МКАД. Это в первой коробке. Дальше подбирать будут на усмотрение бренда. Интересно, конечно, но будет и подписка на свитера, В мае Варламов писал о городских остановках и разбирал, какими они должны быть и не должны быть на примере Брянска. И наши с ним городские проекты подготовили тогда обращение в администрацию Брянска с требованием не портить город страшными остановками, а сделать что-то нормальное для людей. Глава Брянской администрации Александр Макаров, видимо, пост Варламова прочел и поручил своим подчиненным подумать, можно ли поставить более современные остановки, чем в прошлом году. Так прошло 10 месяцев, а как стояли страшные загонщики для мусора вместо остановок, так и стоят. Видимо, раз от ветра защищает, крыша есть, дождь не заливает, и ладно. А чего еще может хотеть человек, как не железную коробочку? Наши представители городских проектов разработали свой дизайн остановки, чтобы напомнить об этой проблеме и предложить администрации не забывать про такие вот славные порывы. И вот на днях брянские городские проекты даже встретились с заместителем мэра по строительству Марины Холиной. Но конструктива не получилось. Хорина инициативность представительства не оценила. Она прицепилась к возрасту представителей. Что-то говорила про отсутствие профессионализма и задала тебе домашнее задание, написать эссе на тему «Каким вы видите город через 5 лет?» Через неделю принести ей. Очень профессиональный по-взрослому. Но ребята на провокацию не поддались, подарили книгу «100 советов мэру» и собираются дальше подтолкнуть эту тему. Что тут скажешь? Если взрослые только создают видимость бурной деятельности и ограничиваются совещаниями и отписками, за их работу приходится браться школьникам. Как раз школьник у нас глава городских проектов в Брянске, да, и так бывает у нас. Зато можно надеяться, что через несколько лет в Брянске будет нормальный мэр и даже зам мэра по строительству. В Нижневартовске вчера творилась какая-то дичь. В одной из школ провели занятия с участием росгвардейцев и сотрудников МВД. Видео с урока появилось на телеканале «Мегаполис» и выглядело оно, мягко говоря, шокирующе. Большую группу школьников разделили на группы, в которых были омоновцы и протестующие. Омоновцы прятали за щитами, а протестующие забрасывали их мячиками. Затем трое школьников, играющих роли омоновцев, выбежали из укрытия и начали задерживать протестующего, который активно размахивал кулаками. Версии, что же это такое было, у всех почему-то разные. Замглавы городского департамента образования Юрий Торопов сообщил, что это в школе такие занятия по профориентации были. Дети, мол, знакомились с полицейской формой, раскладывали парашюты и изучали спецсредства. И как винтить людей на митингах, видимо, тоже. Управление МВД по Хантамансийскому автономному округу сказали, что это был урок мужества такой. А пресс-служба МВД Нижневартовска сообщила, что таким образом школьников планировали привлечь в вузы МВД. Никакой политической подоплеки в занятии вообще не было. И с митингами это, типа, конечно же, никак не было связано. По их мнению. Зачем будем следить сегодня, 17 февраля? Сегодня Владимир Путин встретится с руководством думских фракций. Вот событие так событие. Состоится суд по делу топ-менеджера Белгоспромбанка, обвиняемым которым является и Виктор Бабарико в Беларуси. Лавров встретится с замглавой МИД Индии. В посольстве России в Индии ранее сообщили, что предстоящий визит позволит определить направление развития стратегического партнерства между Россией и Индией на 2021 год. Еврокомиссия представит программу биологической безопасности ЕС. Она, в частности, предусматривает ускоренную процедуру сертификации в Европе адаптированных вакцин от новых штаммов коронавируса. Еще мы с Варламовым в 7 часов вечера в Клабхаусе будем суждать партию Яблока. Как устроено, что с ней происходит сейчас, какие шансы на проход в Госдуму и что вы можете сделать, чтобы на нее повлиять. Присоединяйтесь, ссылка будет в описании. Если еще не видели, посмотрите мой вчерашний ролик про Албанию. Там диктатор понастроил бункер для каждой семьи в стране, все ждал нападения внешнего врага, но так никто на него и не напал, поэтому он остервенело боролся с внутренним. И теперь это одна из самых бедных стран Европы. Очень интересно, посмотрите, если еще не видели. До встречи, пока не знаю, вечером или уже завтра. Вот.